В сегодняшнем видео я буду отвечать на вопросы. Давно мы с вами этого не делали, а их накопилось достаточно много от подписчиков в YouTube и в наших соцсетях. И я решила выбрать пять самых часто встречающихся вопросов и сегодня на них ответить. Как понять, что выбрать из сильных средств? Brightening Skin, это наша осветляющая сыворотка новая, которая вышла. Альфадерм, ретидерм. Ну и там продолжение-то вопроса есть, как их можно комбинировать, но сначала на первую часть отвечу. На самом деле действительно, Brightening Skin, альфадерм с миндальной кислотой, ахокислотами и ретидерм с активным ретинолом это такая тяжелая артиллерия гильтека, интенсивные средства. И в принципе у них есть похожий функционал, а есть различающийся. Brightening Skin в первую очередь направлена, конечно же, на коррекцию пигментации. Поверхностной пигментации, которая бывает и во время беременности, мелазма-хлазма, так называемая маска беременности, и после воздействия ультрафиолета, и вообще у людей склонных к пигментации, в силу каких-то внутренних проблем, например, проблем с щитовидной железовой надпочечной, то тоже бывает, что кожа подвержена излишнему пигментированию. И, конечно, я бы, наверное, выбирала по такому принципу. Что больше всего беспокоит, то основное качество у препарата и должно быть. Поэтому, если главная проблема – это пигмент, а потом уже морщинки, признаки какие-то старения, или нарушение уровня увлажненности, или гиперкератоз, но в первую очередь пигмент беспокоит, то тогда бы я брала в первую очередь Brightening Skin. Потом уже можно, в крайнем случае, подсоединить что-то еще в уход, но начинала бы с него. Если основная проблема, которая беспокоит, это как раз тусклая, грубая кожа, гиперкератоз, какое-то нарушение, обновление, цвет лица нехороший, то есть здесь проблема именно в замедленном обновлении кожи, в первую очередь, плюс, возможно, склонность к воспалениям эпизодическим, я не имею в виду, запущенная какая-нибудь третья-четвертая стадия акне, это сразу к дерматологу для назначения медикаментов, нужно обращаться для очной консультации, что можно решить уходом. То есть, если на первом месте, опять-таки, гиперкератоз, тусклый цвет лица и склонность к воспалениям, то тогда я бы выбрала альфа-дерм, потому что в его составе есть миндальная кислота, это основной его действующий компонент в количестве 5%, и миндальная кислота, она хоть и воздействует щадяще, так щадяще, что ее можно даже, в принципе, в летнее время использовать, ну, естественно, адекватно защищая кожу от солнца, средствами с СПФ-защитой. Но она обладает еще достаточно сильным антибикробным свойством, поэтому как раз отшелушивание, ускорение, обновление кожи, то есть такая стимуляция не негативная, как когда мы делаем пилинг и шелушимся, да, то есть как бы средства с кислотами для регулярного ухода, они воздействуют мягко и постепенно, причем их не обязательно использовать, например, каждый день, можно использовать по мере необходимости. Кому-то достаточно 2-3 раза в неделю, кому-то достаточно 1 раз, кому-то достаточно использовать их через день, комбинируя с другими средствами, с каким-то другим функционалом. И таким образом мы запускаем, ускоряем процесс обновления эпидермиса, кожа становится свежее, он немножечко истончается, то есть нет вот этого выраженного, утолшенного рогового слоя, который придает такой неухоженности, тусклости, порой даже шелушится кожа из-за этого, не от того, что она очень сухая, да, а из-за того, что она просто очень плохо обновляется. Вот, то есть если на первом месте гиперкератоз воспаления, мы берем альфа-дерм с кислотами, там еще аха-кислоты, целый комплекс такой же, по аналогии, как в нашем тонике с аха-кислотами, и можно как раз их дополнять вместе, они очень синергично работают. То есть второй вариант, да, и третий вариант, если на первом месте у нас все-таки возрастные изменения, то есть возраст 40+, да, какие-то антиэйдж проблемы нужно решать в первую очередь, то есть они больше всего беспокоят. Морщины, дряблая кожа, опять-таки тоже может быть, конечно, она замедленно обновляется, она может быть тусклой, цвет лица может быть не очень свежий. Опять-таки очень хорошо ретинол работает на коже жирно-комбинированной, он еще дополнительно сужает поры. Более того, что в сыворотку ретидер 0,25, помимо ретинола, еще добавлено 3% неоцинамида, который сам по себе очень интересный ингредиент, с таким многоплановым функционалом, и есть там еще аскорбилглюкозит, то есть это витамин С в стабильной форме, который тоже и антиоксидантную нагрузку несет, и немножко осветляющие действия обладает, то есть ретидер мы выбираем тогда, когда у нас на первом месте антиэйдж, то есть когда мы хотим в первую очередь побороться с возрастными изменениями, когда мы готовы перетерпеть какой-то период повышения чувствительности кожи, возможно какого-то раздражения в начале применения ретинола, готовы скрупулезно и педантично следовать всем нюансам применения этого препарата. Здесь как раз ретидерм – это тот препарат, где ну что сломал, прочти мануал, как говорят. То есть здесь нужно обязательно четко следовать всем нюансам применения, и это все подробно у нас есть на сайте, в видеообзорах, то есть можно всегда посмотреть, прочитать и быть готовым к прогнозируемым побочным эффектам, которые, конечно, минимизированы, учитывая то, что ретинол там липосомальный, но они все же могут быть. Вот так я бы ответила на этот вопрос. То есть что больше всего беспокоит, тот главный, как говорится, функционал, средство активного и выбираем. Ну и вопрос этот продолжен следующим. Можно ли их комбинировать? В принципе, комбинировать их можно. Но, как я обычно всегда говорю и с осторожностью пишу ответы на вопросы в наших соцсетях и так далее, конечно, комбинировать, например, ретинолокислоты могут продвинутые пользователи, как я их называю. То есть, ну, на самом деле, это просто люди, которые уже имеют какой-то опыт применения и того, и другого. Более того, они уже ретинизировали достаточно свою кожу, то есть уже ретинол в уходе находится как минимум 2-3 месяца. Тогда можно, в принципе, безопасно присоединять, если гиперкератоз все еще выражен и хочется с ним побороться, или, допустим, кожа требует какого-то более глубокого увлажнения или лифтинга, альфа-дерм дает, эти проблемы решает, то тогда можно, конечно, комбинировать. Опять-таки, естественно, ни в одно нанесение, ни в один день. То есть, если мы сегодня используем ретинол, то сегодня мы уже не используем кислоты. И также можно альфа-дерм использовать с осторожностью, конечно же, когда именно прогнозируемые побочки у нас от ретинола происходят в виде шелушения. То есть кожа грубоватая, она начинает немножко шелушиться, но при этом нет сильного раздражения, покраснения. Вот здесь очень важно вот эту тонкую грань уловить, поэтому я с очень большой осторожностью всегда рекомендую вот эти комбинации. И тогда действительно можно добавить пару раз, допустим, в неделю еще кислотную сыворотку, чтобы побыстрее отшелушиться. Также можно сделать, например, энзимно-кислотный пилинг себе, энзимную пектиновую маску, и тоже помочь себе быстрее отшелушиться. Но главное не спровоцировать уже дискомфортную гиперчувствительность кожи при этом. Здесь очень важно уловить золотую середину. А с Brightening Skin в принципе комбинировать можно легко и альфа-дерм, и ретидерм. Потому что Brightening Skin, она достаточно мягкая по воздействию, несмотря на то, что она очень хорошо убирает пигментацию. И там основное действующее вещество – это коевая кислота. Также там есть такие более современные ингредиенты. Пептидные, например, меланстатин-5, там есть такой компонент, как хромобрайт. Это из области молекулярной косметики. То есть там есть и растительный компонент, отбеливающий солодка, глабридин. И в принципе она работает комплексно, ее также можно применять утром, поэтому вы спокойно можете комбинировать, например, Brightening Skin на утро, альфа-дерм, к примеру, на вечер. И в принципе кожа достаточно адекватно на эти средства реагирует и не становится излишне чувствительной. Но надо всегда помнить, что когда мы применяем такую тяжелую артиллерию, нам нужно очень аккуратно это все делать, чтобы не спровоцировать чувствительность кожи и потом не избавляться от нее долго и упорно месяцами. Вот такой будет мой ответ на эти два вопроса. Двигаемся дальше. Опять про ретинол. Зачем ретинол наносить через полчаса после умывания? На самом деле этот вопрос очень часто задают. У нас действительно в мануале к ретидерму это все прописано. И здесь как раз важен момент не в том, что, казалось бы, мы кожу умыли, обезжирили и протерли тоником, и активные ингредиенты глубже проникнут, если сразу что-то нанести. Да, действительно, интенсивно увлажняющие сыворотки, какие-то сыворотки с сосудокрепляющими компонентами. Очень хорошо сразу после тоника наносить. Например, какие-то средства с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой. Вообще хорошо, но еще чуть влажную от тоника кожу наносить. Но с ретинолом немножко другая ситуация. Потому что ретинол достаточно агрессивный компонент. И прогнозируемыми побочными явлениями его применения, особенно в начале, первые полтора месяца. Может быть повышение чувствительности кожи и раздражение, шелушение. И это, в принципе, нормально. И как раз ретинол наносится на сухую кожу спустя какое-то время после умывания, для того, чтобы кожа успела выработать немножечко своего кожного сала, восстановить защитный барьер. И уже не так агрессивно ретинол подействует. Ретинол, вообще витамина, это липофильная молекула, он прекрасно проникнет и не на свежеобезжиренную кожу, если его нанести. То есть ему ничто не помешает. И поэтому здесь как раз мы не уменьшим его эффективность, но предохраним кожу от какой-то гиперактивности. То есть наносим через полчаса после умывания на идеально сухую кожу. Если, кстати, вам нужно нанести какое-то смягчающее средство, крем питательный, к примеру, в той же рутине, что и вы наносите ретинол, то желательно наносить его не раньше, чем через час, после того, как вы нанесли сыворотку с активным ретинолом. А сейчас мы подведем итоги конкурса, который мы проводили в одном из предыдущих видео. Мы разыгрывали гель Ceramide Skin Saver. Сейчас на экране появится комментарий, выигравший этот конкурс. Поздравляем победителя. Скоро с вами свяжутся наши сотрудники для того, чтобы вручить вам приз. Двигаемся дальше. Можно ли при куперозе ионафорез? Вопрос немножко пространный. Тут еще есть небольшое продолжение. Очень часто тоже спрашивают на нашем антикуперозном геле. Действительно, в методических указаниях, которые можно у нас на сайте в разделе полезные материалы скачать всегда. Там по каждому нашему препарату есть методика применения именно в профуходах. Потому что ГИТЭК – это профкосметика. И в первую очередь рассчитано на профприменение. Антикуперозный гель действительно можно вводить всеми практически физиотерапевтическими методиками, которые используются в косметологии, в эстетической медицине. Но тут один есть нюанс. Если мы применяем антикуперозный гель для того, чтобы скорректировать сосудистые проблемы, то есть купероз, и у человека есть купероз или розация, или сосудистые звездочки, то есть хрупкие сосуды, то нам нельзя делать ионафорез. Поэтому здесь как раз мы просто антикуперозный гель не сможем ввести именно постоянным током. Потому что ионафорез – это использование постоянного тока в миллиамперном диапазоне, когда пациент что-то чувствует, покалывание, жжение, то есть есть ощущение. Сосуды могут расширяться, а хрупкие сосуды могут, соответственно, повредиться от этого воздействия. Поэтому пациентам с куперозом и с розацией процедуры, связанные с электрическим током в миллиамперном диапазоне, то есть это ионафорез, электропорация, делать нежелательно, нельзя. И можно делать микротоковую терапию, где используется микроамперный, очень слабый подпороговый диапазон тока, то есть маленькая очень сила тока. И это как раз процедура является процедурой выбора для людей с сосудистыми проблемами. Поэтому ионафорезом его вводить можно, но с другой целью. Когда, допустим, у нас есть тусклая кожа, кожа курильщика, атоничная, серо-зеленый цвет лица, но курильщик, как я уже всегда люблю говорить, не обязательно курить для того, чтобы иметь такую кожу, достаточно просто мало находиться на воздухе, мало гулять, работать по 12 часов в день в полуподвальном каком-нибудь помещении, иметь какие-то профредности, работать с красителями, лаками и прочим, и будет такая же кожа курильщика без курения. Поэтому антикуперозный гель действительно очень сильный в этом плане препарат, он хорошо активизирует микроциркуляцию, улучшает цвет лица, и действительно его можно вводить ионофорезом прекрасно, то есть гальваническим током, с данной целью. А чем же тогда, спрашивает наш подписчик, вводить антикуперозный гель, если это действительно купероз, и у него все-таки купероз? Вводите ультразвуком. То есть если антикуперозный гель нужно ввести в человеку с сосудистыми проблемами, просто мы можем использовать его с другой методикой, с другим физическим фактором, то есть использовать ультразвук 3-мегагерцовый, который используется для процедур на лице, и прекрасно вводить антикуперозный гель. Так что на этот вопрос будем считать, что я ответила. Потому что он продолжает со фразой, а почему на нем написано, что можно вводить при ионофорезе? То есть человек методическое указание прочитал, вот я ответила, почему. С куперозом нельзя ионофорез, тогда вводите ультразвуком, а антикуперозный гель ионофорезом вводить можно, но не с целью коррекции купероза, а с целью улучшения, например, микроциркуляции и оживление цвета лица. И последний, пятый вопрос у нас будет, можно ли церамид скинсейвер? У меня тут где-то он стоит, это наша новиночка. Наш гель барьерный с церамидами при жирной коже, там страшные силиконы, поры не забьют. Вот такой поступил вопрос. Там действительно есть силиконовая составляющая, более того, формула этого геля безводная, кому интересно подробно о нём узнать, у нас есть видеообзор по нему на сайте, как и по всем остальным препаратам, можно подробно посмотреть его и прочесть описание. Здесь используются два вида силикона, содержащих компонентов, то есть это летучий силикон циклопентасилоксан, который, естественно, на коже не остаётся, соответственно, ничего забить не может, никакой окклюзии он не даёт, как не летучие силиконы, например, чистый диметикон, к примеру. И здесь используется ещё силиконовый полимер диметиканол, это как бы масло силикона, если так можно сказать, которое является текстурообразователем. И этот диметиканол помогает, во-первых, не использовать воду, которая нам не нужна в барьерных защитных средствах, и растворить вот эти вот масла, удержать, там очень много богатый состав масел, и органа, и масляный строк календулы, и зародышей пшеницы, нарядная косточка, то есть ещё много всего питательного. И таким образом вот этот вот диметиканол, он убирает вот эту маслянистость. То есть если мы наносим, например, этот барьерный гель на кожу, сейчас попробую нанести, не знаю, что там будет видно, но показать, да? То есть мы чувствуем некую такую маслянистость. То есть он сначала поблёскивает, такой жирненький, а потом буквально через пару минут вот эта маслянистость улетучивается, то есть как раз вот этот силиконовый полимер её убирает, и остаётся бархатистая, мягкая кожа и достаточно матовая на вид. Поэтому при жирной коже его, конечно, использовать можно, потому что там нет тяжёлых силиконов, нет никаких окклюзионных компонентов, а-ля воск, парафин и так далее. И единственное, что если кожа жирная или комбинированная, конечно, надо более тщательно относиться к тому, чтобы вечером его смывать. Например, использовать двухфазное умывание, гидрофильное масло плюс очищающий гель или молочко плюс очищающий гель. То есть как любое барьерное средство, колд-крем или тональный крем, мы будем смывать сначала, проводить, ну можно сказать, демакияж, удалять жировые составляющие с кожи, а потом уже домывать, дочищать кожу мягким очищающим средством. Ну и не забывать, естественно, использовать после умывания тоник для восстановления ПАЖ. Так что вот, ответ мой будет, что поры не забьёт, просто нужно как-то использовать правильно по технологии и правильно смывать. Я надеюсь, что ответы на вопросы были полезны не только тем, кто их задал, но и всем остальным. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях под видео, поэтому оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, кто ещё не подписался, нажимайте колокольчик, где-то он тут есть, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Периодически мы всякие розыгрыши проводим, разыгрываем наши препараты на самые интересные комментарии, так что следите внимательно. И буду рада вашим лайкам, если видео оказалось для вас полезным. И до встречи в новых видео! До встречи в новых видео!